Как сделать с ребенка неудачника? Ни один родитель не задает себе этот вопрос. Но, тем не менее, все мы совершаем ошибки. И когда ко мне, как психологу, приходят взрослые люди, я наблюдаю именно вот эти ошибки, которые приводят к тому, что взрослые люди начинают страдать, чувствовать себя жертвой, у них не получается что-то в жизни. Меня зовут Татьяна Сосновская, мы с вами на канале Мамуля и Детки, и сейчас мы разберем именно вот этот вопрос, «Как сделать с ребенка неудачника?» Вы послушаете и не будете допускать этих ошибок. Итак, что больше всего травмирует наших детей? Когда люди вспоминают самые травмирующие обстоятельства своего детства, первое, что они вспоминают, это родительский крик. Если на ребенка кричат, и тем он меньше, чем меньше, тем больше эту травму наносит ребенок, что он понимает? Он понимает, мама злая, а я плохой. Сам по себе крик, огромный, вот этот вот огромный звук, который заполняет все вокруг, он пугает ребенка, когда особенно ему пытаются что-то объяснить. Ребенок от этого крика просто закрывается, и вместо того, чтобы вас услышать, он вообще перестает что-нибудь слышать. Крик наносит огромную психологическую травму. Для некоторых детей, особо чувствительных к звукам, он может привести к тому, что ребенок просто закрывается, у него начинают развиваться аутистические черты. Для других это просто огромный страх. Для третьих, это решение о том, что я плохой, я виноват. Поэтому, если вы не можете себя сдерживать, вы кричите на своего ребенка, прежде всего подумайте о том, что вы ему наносите огромный вред, и подумайте о том, как мне, родителю, маме или папе, отрегулировать собственное поведение. Еще один момент, что происходит с детьми, которые кричат. Они перестают слышать нормальную речь. Такой ребенок приходит в детский сад, воспитательница что-то говорит обычным голосом, и ребенок не слышит и не реагирует, пока на него не крикнут. И если таких детей собирается много, то управлять таким детским коллективом практически невозможно, потому что они реагируют только на крик. И, естественно, они получают травму и дома, и в садике, и в школе. Поэтому кричать на детей систематически ни в коем случае нельзя. Понятно, бывает, вы сорвались, но тогда что нужно сделать? Извиниться. Извиниться перед ребенком. В этом ничего страшного нет. Следующая история. Это история, сейчас называется модным словом газлайтинг. По-русски это насмешливо критиковать. То есть критиковать ребенка и насмехаться над ним. В некоторых семьях моден так называемый сарказм. Но сарказм, его можно применять только с равными, когда другой человек может вам ответить. Ребенок неровня. И когда над ним насмехается, «Ой, пришел, а что это у тебя так это? Ты такой чистый, красивый!» А ребенок, например, грязный. Или он не может решить задачу какую-то, и над ним насмехаются. «Ну и что? Ты такой умный, да?» Есть ролик на ютубе, когда девочка читает там задачу, там у нее какие-то там грибы, и в результате там у нее получаются огурцы. И мама заставляет ее там читай еще, читай еще. И потом спрашивает, «Ну и кто из нас идиот?» Да, кто идиот? Именно мама, которая не помогает ребенку, а издевается над ним, просто издевается. И вот эта вот насмешливая, вот эта вот издевательская критика, она очень сильно унижает, потому что ребенок не может ответить. И он чувствует, что с ним что-то не так, но ответить не может. И вот это чувство бессилия у него закрепляется. Часто мы очень любим рассказывать то, что мы делали в их годы. Например, вот я в твои годы уже картошку 15 соток лопатой копал, а ребенок, живущий в городе, он понимает, что, ну где картошка, где лопата, я бы, может быть, скопал, но зачем? И где я возьму это? То есть вот эти вот нереалистичные требования к ребенку, не соответствующие возрасту, не соответствующие времени. То есть, да, ты в его годы картошку лопатой копал, а ты в его годы мог собрать лего-робота? Ты в его годы мог запрограммировать какую-то там вещь интересную? Ты в его годы что-то другое делал? Нет. Но мы не ценим это, да? Нам кажется, что вот мы были такие умные, грандиозные и прекрасные, а наши дети такие никуда не годные. То есть вот эта критика и нереалистичные требования, когда от ребенка хотят того, чего он по возрасту еще не может, сиди спокойно, говорим мы четырехлетнему ребенку, который еще в принципе не может что-то делать. Или вот эти требования, которые не соответствуют времени. Да, мы росли в другое время, мы говорим там, мы в твои годы, восемь часов в день летом проводили на улице. Но мы росли в других условиях, у нас не было там компьютеров, телефонов, и у нас была одна программа по телевизору, и нам приходилось восемь часов в день бегать по улицам, потому что у нас других вариантов не было. У них есть другие варианты, и упрекать их в том, что у них есть другие варианты, мы не должны. Мы должны создавать им эти варианты. То есть получается, что некоторая, ну вот, как мне кажется, инфантильность, скажем, нынешнего поколения, такого юного, да, это она тоже связана с тем, с окружающей средой, скажем так, да? Ну, инфантильность связана с тем, что человеку не дают задач, которые он может решить. Инфантильность – это детский уровень, да, то есть ты взрослый, но находишься психологически на детском уровне, то есть ждешь, когда придет большой дядя и поможет тебе решать твои задачи. То есть в этом нет необходимости, а детей потребуют, чтобы они быстрее взрослели, так? Им нужно давать задачи по возрасту. То есть если мы все задачи за них решаем, если он опаздывает в школу, и мама звонит учительнице, ой, мой опоздал в школу, простите его, то мама воспитывает инфантила, потому что если он опаздывает в школу, он придет, получит со свое опоздание, его там поругают, и в следующий раз, возможно, он не захочет опоздать, в следующий раз он будет собираться быстрее. А есть мамы, которые до 10 класса ребеночку портфельчик собирают, и носочки ему чистенькие складывают. То есть ребенок сам ничего не делает. А потом ругаем ребенка за инфантильность. То есть сами лишаем их возможности решать проблемы, избавляем их от всех проблем, а потом на них же и вешаем за это чувство вины. Да, я такую сценку видел, интересно. Значит, мама привела ребенка, ну как, уже парнишку, такого лет 12-13 на каратэ. Ну и, значит, завязывает там кимоно, поясок завязывает там. В 12 лет она ему завязывает шнурочки, в 12 лет она ему завязывает кимоно. Какого она бойца там выращивает, какого она там спортсмена. Да, иди, мальчик, дерись. Только смотрите моему мальчику, не попадите по лицу, да. Да, да, да. И это из этой серии, когда вот знаменитый анекдот. Изя, домой, что мама? Я голодный, нет, ты замерз. Еще один способ воспитать неудачника, это игнорировать желание ребенка. Я родитель, я лучше знаю, что тебе надо. Ребенок хочет на футбол, но мама считает, что футбол это плохой спорт, будешь учиться играть на скрипке или будешь ходить на плавание. Ребенок хочет футбол, его заставляют ходить на плавание, на скрипку или еще на что-то другое, на что он не хочет, у него нет желания. То есть желания отражают способности ребенка. То есть если он туда хочет, значит у него к этому есть способности. Возможно, ребенок хочет сегодня одно, завтра другое, послезавтра третье. Это нормально. И задача наша дать ему возможность попробовать то, что он хочет предоставить ему. То есть заинтересовался он танками? Купите ему энциклопедию по танкам. Заинтересовался он динозаврами? Свозите его в музей динозавров или программу про динозавров по телевизору покажите ему. Заинтересовался он каратэ? Хорошо, купили кеману, отвели на каратэ. Но понятно, что мы не все желания ребенка должны реализовывать. Если он захотел съесть 18 пирожных, наверное, не стоит помогать ему в этом. Но в развитии интересов, а не навязывании своих, мы должны помогать. Потому что часто дети являются жертвами невыполненных родительских желаний. У меня не получилось учиться в музыкальной школе, так вот пусть мой ребенок ее закончит. Хотя он каждый раз плачет, что не хочет туда идти. Музыка – это хорошо, шахматы – это хорошо. Но все должно сопровождаться приятными, не то чтобы приятными ощущениями, это неправильно я сказала, но у ребенка должен быть интерес. И мы должны этот интерес будить, воспитывать, но не заставлять через силу. Вот я помню, смотрел интервью с Кристиной Арбакой, и она говорила, что ее заставляла, даже бабушка, она заставляла заниматься музыкой. В итоге, она говорит, что ненавидела эту музыку, но в итоге стала певицей. В итоге она стала певицей, потому что у нее мама певица. И мама успешная певица. И мама помогла ей почувствовать успех от музыки и еще что-то. Если бы у нее мама была там, не знаю, бухгалтерша, и она бы не почувствовала успех от занятий музыки, то никакой певицей она бы не стала. То есть что-то получается у ребенка, и нужно его за это вознаградить, чтобы он почувствовал вот это чувство успеха. И тогда он почувствует, о, я молодец. Это же здорово, да? То есть это поощрение какое-то, которое ребенок получает за свои труды. Если поощрения нет, у него там не получается, приходят домой, тут еще родители, они выругаются, что почему у тебя не получается, что это такое, мы тут платим, а ты не ходишь. Его там долбут, тут долбут. Откуда у него будет ситуация успеха? Откуда у него желание возникнет? Ниоткуда. Он только будет понимать, что он всем должен, что на его желание наплевать всем. И когда он вырастет, он что, будет понимать, что он хочет? Нет. Он не будет понимать, что он хочет. И вот эти люди, потерянные в жизни, они не знают, что они хотят. У них просто серая, бесцветная такая жизнь. Просто ходят на работу, просто пьют пиво, смотрят футбол, и ничего в их жизни не происходит. Обязательно должен быть драйв, кайф от реализации желаний. Да, вот это удовлетворение от работы, радость, которая приносит работу. Правильно? Следующее. Как можно сделать ребенка неудачника? Это внушать ему постоянное чувство вины, сравнивать его с другими. Вот посмотри, видишь, у этого пятерка, а у тебя двойка. Этот уже сам делает тот, а ты еще не можешь. Этот такой-то, а ты такой-то. Ну, легче всего это понять, когда вот, например, жена приходит и говорит мужу, смотри, а Вася своей-то уже машину купил, а ты еще нет. Вот как чувствует себя муж? Вот точно так же чувствует себя и ребенок. То есть, меня не любят таким, какой я есть, какая я есть, а меня, хотят из меня чего-то сделать. И он чувствует себя виноватым. За что? Непонятно. За что непонятно. Ведь все дети разные, у всех разные желания. Один хочет играть на скрипке, другой хочет играть в футбол. Если мы будем одного с другим сравнивать, понятно, что кто-то из них будет хуже. Но яблоко же не хуже огурца, это же разные овощи и фрукты. Точно так же и дети разные. Ну, хорошо, предположим, ребенок приходит со школы, кое-как сделал уроки, без интереса, быстро, даже, скажем, натяпляп. Натяпляп. И сел, скажем, в танки. И так каждый день. Вот, допустим, с первого, ну, пускай, с второго класса и до девятого. А родителей в это время дома не было. Вот с первого по девятого класса он ничего не делает, но родителей дома не было. Следует этой логике, пускай играют в танки? Нет, конечно. Конечно нет. А когда, допустим, пытаются кто-то там изменить ситуацию, значит, он не хочет, его все устраивает. Ну, вот, такой интересный вопрос. Вот приходит кто-то, и в девятом классе решает изменить ситуацию. То есть с первого по девятый класс ребенку было все можно, у него уже сформировался такой паттерн поведения, а потом раз, приходит кто-то и начинает что-то изменять. Конечно, он будет сопротивляться. Вообще-то, чем раньше мы начнем воспитывать, да, тем лучше. И влияние родителей, самое большое, в маленьком возрасте, чем старше ребенок, тем меньше влияние родителей. А когда ребенку 15-16 лет, на него можно влиять только из позиции друга, а не из позиции «Я большой, я знаю, а ты, маленький, должен меня слушаться». Нет, в 15-16 лет уже этот не тот возраст, когда можно прийти и сверху что-то ему рассказывать. Маленький зависим, да, маленький, для маленького ребенка родители – это боги. И все, что родители говорят, это правда. Если родители говорят, ты плохой, он реально верит, что он плохой. А в 15 лет он уже понимает, что родители дураки, я самый умный, и вообще они ничего в жизни не понимают. И в зависимости от возраста и воздействия должны быть разные. И вот это вот внушать чувство вины и сравнивать – это не лучший способ. Если ребенок подросток, то с ним лучше всего подружиться и поговорить с ним о будущем, стать ему другом, заинтересовать его в чем-то. Может быть, даже с ним в танки в те же поиграть, посмотреть, как это. Потому что мы требуем от детей любовь к школе. Но на самом деле это же нереально. Кто любил школу? Кто любил делать уроки? Ну, может быть, было таких 10% людей с таким академическим складом ума, которым нравилась школа. Остальные 90% либо занимались своими делами, ходили туда дружить, либо пропускать, сиживали, либо просто увлекались с чем-то своим. Школа – это нереалистично требовать от ребенка, чтобы он школу любил. Требовать, чтобы он делал уроки и учился. Да? Но любить кого-то, заставить – это нереалистично. Нереалистично. Так вот, в этом-то и вещество, что все-таки ребенку придется сделать какие-то волевые усилия. Конечно. Делать то, что не хочет делать. Конечно. И поэтому есть система стимулов наказаний. То есть, чего-то добился, получил вознаграждение. Не добился. То есть, мы с ним договариваемся заранее, заранее строим вот эту систему стимулов поощрений и наказаний. Предсказуемые последствия, чтобы у ребенка были, чтобы он понимал, что если будет это, будет это. Если будет то, то будет вот то. И тогда он живет в этом понятном предсказуемом мире. А когда ему просто на него орут, кричат и кричат что я там вообще не знаю что с тобой сделаю он понимает что это просто шум ветра который доставляет неудобства можно не реагировать и продолжает заниматься своими делами и вот внушать чувство вины а также что очень негативно влияет внушать стыд вот чем отличается чувство вины и стыд чувство вины это когда ты что-то сделал и ты можешь искупить чувство вины ты что-то сделал твои действия ты виноват в чем-то остынет когда тебе говорят что ты весь такой весь неподходящий как тебе не стыдно ты весь плохой можно внушать чувство вины по любому поводу вот ты же мальчик человек понимает что ну какой-то я на нем мальчик можно или ты же девочка как ты можешь ты же девочка как тебе не стыдно ты ты весь плохой а то есть чувств стыд это естественно естественный регулятор поведения и очень четко нужно понимать за что можно следить и за что нельзя но мы часто перебарщиваем с этим чувством стыда ребенок понимает что со мной что-то не так со мной непорядок это стыд очень сильное чувство она очень сильно разрушающий особенно если это не конструктивный не не соответствующий действительности стыд и ребенок понимает что со мной что-то не так это чувство со мной что-то не так она остается с ним на всю жизнь и не дает ему развиваться не дает ему пробовать новое Потому что, а вдруг у меня не получится, значит, со мной что-то не так. А ребенку, наоборот, нужно учить, что не получилось один раз, получится следующий раз. Потому что когда человек учится, у него с первого раза никогда не получается. И это нормально. Что еще очень травмирует детей, это когда детей игнорируют. Некоторые родители применяют тактики бойкота даже к детям. То есть, например, мама рассердилась на ребенка и сказала, «Все, я с тобой не разговариваю» и неделю не разговаривает. Ребенок, для которого самое главное, это чувствовать, что он под защитой, чувствовать, что мама и папа меня защищают, он чувствует себя выброшенным в джунгли к диким зверям. Он чувствует абсолютную небезопасность, когда его игнорируют, особенно когда ему объявляют бойкот, кто самые родные люди, родители. Либо когда просто игнорируют ребенка, там «Уйди, не до тебя, не мешай». Он приходит, что-то хочет с чем-то поделиться, мама не слышит, или не слушает, или «Отойди, не мешай». Либо просто они очень заняты, ребенок растет сам по себе, он чувствует себя ненужным, незначимым. И вот это чувство нужности, значимости, что я чего-то стою, оно не формируется. И еще, когда не считаются желаниями ребенка, когда он что-то хочет, я не имею в виду, что-то хочет, чтобы мы купили что-то, а именно что-то хочет, простое там, купаться хочет, ему не дают, бегать хочет, не дают, хочет сидеть, иди побегай, хочет бегать, иди посиди. То есть все желания не дают им реализовывать его естественные вот эти природные желания. И, ну, как бы, ребенок теряется в таким случае, не понимает, что делать. Последнее, что я хотела отметить в этом видео, это, что очень сильно напрягает наших детей, когда мы не по возрасту взваливаем на них свои собственные чувства. Например, когда там мама с папой разводятся, естественно, что маме плохо, мама периодически плачет, и иногда она взваливает вот это вот свои страдания, взваливает на ребенка, начинает рассказывать ребенку маленькому, какой папа козел, какой он плохой, как он к ней плохо поступил. Ребенок не может эти чувства еще переварить, он не может взять на себя ответственности, и он не должен быть утешителем для мамы, потому что он сам нуждается в утешении. Мы не можем менять иерархию, когда ребенок становится взрослым, а мама как будто или папа там становится ребенком. Не надо рассказывать о своих отношениях, например, с супругом или супругой, детям. Это не их дело. Вы можете пойти к психологу, пойти к своим подругам, но дети не советчики и не утешители. И вываливать свои чувства ребенку, это значит лишать его защиты и безопасности. Ребенок не чувствует себя безопасно в такой семье. И вот это чувство зыбкости, неуверенности, хрупкости мира, ненадежности, оно потом остается с ним и дальше. И когда ему нужно принимать ответственные решения, когда ему нужно самого защищать, самому защитять собственных детей, он не может справиться, потому что у него нет крепкого собственного чувства «я». И вот если мы хотим, чтобы наши дети были счастливыми, самое главное, что им дает? Им дает вот это ощущение безоблачного счастья, ощущение детства. Оно же не зависит от того, были у ребенка дорогие игрушки, ел ли он дорогую еду. Ведь дети, которые растут в деревне, у которых там нет игрушек, но их любили, рассказывали, какие они хорошие, хвалили, даже если была эта трудная работа, их хвалили, говорили «ты такой мой помощник, ты мне так помогаешь, ты такой у меня молодец», давали им радость жизни. Вот это детство воспринимается как счастливое. А те, которые, даже они были засыпаны с ног до головы игрушками, благами какими-то, но если их там стыдили, винили, требовали, предъявляли нереалистичные требования, сравнивали, кричали, игнорировали их, игнорировали их желания и их самих, эти дети будут несчастными, они будут неудачниками по жизни. И они будут либо жертвами, либо агрессорами тех, теми, кто других людей будет делать жертвами. Поэтому давайте будем учиться психологической грамотности, будем внимательно смотреть за желаниями своих детей и самое главное, сохранять свое внутреннее спокойствие и равновесие. Если вы чувствуете тревогу, если вы находитесь в конфликте, не взваливайте на детей свои проблемы, сходите к психологу, разберитесь и не заметите, как с вашими детьми станет тоже все нормально. Потому что если родители в нормальном состоянии и счастливы, то дети тоже автоматически становятся счастливыми. До свидания, до новых встреч, подписывайтесь на наш канал, не забудьте поставить лайк. Субтитры создавал DimaTorzok